так продолжаем так брат привет вот уж у меня поддержка такая большая часть фильма благодаря ему бескорестной работе появляется снегирёв александр доброго времени вам так гусева добрый вечер у казахстан всегда на месте по моему 188 раз вместе до подмосковье телеккина здравствуйте виноградов здравия какие у меня друзья вы же прислали еще плоды зеленые нужно вот такие да вот когда полностью созреет не упустите момент сегодня не есть завтра упали пожалуйста жду от вас фотографии вы один из самых перспективных садоводов россии вот я уже любовался вашими фотографиями вот и теперь уже я вами горжусь валентина курган добрый вечер елена здравствуйте московская область ирина хабаровск здравствуйте сафин здравствуйте сергей кузнецов казачинская приветствую здравствуйте надежда мореева тюмень привет надежда видели что в тюмени можно вырастить вот ирина хабаровска валюта константинович сделала прививку случайно на серафим так это так на серафим из косточки посеян весной 22 года то есть серафиму был год так амур черенок от вас то есть амур на серафим нижней части до прививки две веточки от серафима растут что делать удалить или оставить ой постарайтесь это у меня я потом когда созреет я вам покажу у меня получился мороженский абрикос а на него был мной привит академик сейчас получилось так ровненько ровненько даже не видно как будто земли вот так вот две ветки как будто из земли я же низкие прививки делаю вот абсолютно одного диаметра и на том плоды и на том вот так вот вы представляете как я еще жду я потом вам буду ходить по саду хваститься показывать что получилось и а до чего я вот так оставил свое время а теперь уже этот же манжурский абрикос догнал по размерам примерно такие же размеры я немножко угнетаю я его не даю обогнать академика он же родной и поэтому него задушит а я не даю душить я режу но плоды и тут и тут а для добиваясь того чтобы показать этот размер не уменьшился а может уменьшится академика а уменьшится сто процентов будет культурные плоды они уже достаточно крупненькие посмотрим вот иван желает того же вас получилось амур и тут же серафим причем причем у вас получается амур родной а нет серафим родной амур к нему присобачился вот и потом возможно вот это чудо которое вам показывал вспоминаем повторить не повторить и вот легко найти ну вот тут вот 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 тут вот тут вот тут вот тут вот тут сейчас а вот видите здесь его ну это антинаука потому что наука не признает телегонию вот а телегония это обычная вещь но смотрите берем животный мир я повторяюсь какой-то случайный кабелек заскочил породистым сукам в вольер они от него не понесли но они считаются уже испорчены то есть они уже когда их покроется и как там слова не знаю этот самый уже породистый кабель потом что уже плохое это знает все а в деревьях не признают и у людей не признают на всякий случай как-то касается нравственности вот сами понимаете тема осень такая скользкая вот все за все против и получается а я что вижу там поверью что с одной стороны дерево такие а другой стороны дерево такие с этой стороны королевский от этой стороны ну чем вам не этот не амур ну чем у амура главное что выдает его нос вот он нос вот возвращаемся к нашим этим делам сейчас покажу возвращаемся где мы были и так значит я вам советую растить примерно одинаково только что по идее серафим должен быть мельче даже амура почему ну без косточки он может потерять часть своих качеств например крупность он же крупнее амура в два раза а может оказаться не крупнее вот а может случиться что чудо а мы с вами есть нас очень мало видели там сколько с чек 40 до ну еще чек 300-400 будет потом мы избраны давайте мы избраны у нас же все ты обзывали секта это пускай хрен секта пускай 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 но зато вы можете пройдет это было всего-то в двадцать первом году вы посеяли так прижился амур двадцать втором году пройдет пару лет и вас может случиться такое же точно чудо еще раньше 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 а еще и еще еще и роскошней ну как вера увидел вас как надо дальше действовать и давайте не одни от того ни другого обгонять это может быть чудо это может быть чудо алексеевна оставить однозначно наш человек но я бы угнетал до момента как прививка достигнет отношения ну это тоже что я сказал не давать это самое никому обгонять друг друга а это значит кто вылезет перед того немножко угнетать обычно лазит перед подвой так глеб новосибирск приветствую серверных садоводов идея на вдохновитель мальчик спасибо заду вот этот глеб новосибирск возможно чуть и не первый раз каждый раз радуюсь когда вижу свежую фамилию или это или может это как бывает но себе скрип может псевдоним как угодно подскажите какой отравы разбавлялись одну для суши и какой пропорции в лекарстве напомните носит я лично верну для мышей никогда не отравлял варианта два первые отравленные зерна из сэш до дороговато ну что делать я вы собрал 35 килограмм зависимый а и только ну за соседом мыши не трогает а питомник трогает поэтому по периметру вот допустим меня рядом заброшенного участок там густая трава там мыши а питомник как правило черный пар поддерживается постоянно тяпается ну чтобы трава не мешала расти деревьям вот и естественно тут нет машины ходов и мыши тут не живут питомники живут рядом по периметру отравленное зерно бутылках бутылка не знаю пролезет мы шире бутылочное горло чуть-чуть расширили но все-таки бутылка чтобы птиц не травить надо птицы видят зерно прям буквально видят что внутри зерно вот они не знают что наталья на бутылке ничего не написано вот они читать не умеют но они начинают долбить и долго долбит эту бутылку но главная наша задача чтобы их не отравить значит вот такой горышка чуть-чуть расширили и по периметру со всех сторон где густая трава идем дальше про я сказал сэссан берем станции так а второй случай да я у себя погребе сыпал чистое зерно чтобы мы мыши ели не трогали мои 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 эти самые не овощи не фрукты чистое зерно да сколько то господи килограмм два жалко что рассыпал кожу вот так дальше свинин привет ирина хабаров курят если воскресить абрикосе позе патьянова когда созревает плоды какое путь подойдет это приходь скорее всего здесь так сказать игра игра этого самого звуков наверное позе филиппе его может быть есть позднее фатьянова я в чужих и не такой специалист память плохая что-то фамилия потяну знакомы было бы больше времени я сейчас набрал бы позе хотя вместе посмотрели но раз вы спрашиваете у меня про поздний хотя нас видимо имеется ввиду позе филиппе позе филиппа появился из ничего значит объясняю коротко должен почти говорить о ничем он появился в саду у филиппе у филиппа появилась два супер сорта первые из них он назвал королевский вот хотя слова королевский звучало со всех экранов потому что я первый его раскрутил я первый добыл настоящий королевский абрикос потом другие вы знаете как в какой тебе абрикос королевской давай а что там на самом деле не знаете сам хозяин сам продавец это понятно вот и вот однажды я полюбовался там осенью раз смотрю банка а у него такие абрикосы у нее бою вот что же это такое значит поехали к нему надо на дачу выходим вокруг него до плоды нет они не крупные что как этом крупный у него громный для меня все что 100 грамм это огромный но вы знаете что такое ну как вам показать и вот получается что он созревал позже всех и миновала заморозки и я потом следил уже я уже черенок брал у чероба и он первые его это раскрутил можно все меняемся на 1 из всех всего мы как одна команда вот мы другого не подставляем нас нет злоба у нас есть только одна величайшее уважение друг друга и взаимопомощь вот это мы отличаемся вот от людей которые это то есть мы не родственники но мы родственники по духу и вот получилось что у него вперед меня раздобыл чернобаев я у него потом я уже следил у чернобаева точно поздний как его можно было назвать наверное поздний филиппева теперь возвращаемся обратно я у него в саду и говорю у меня виктор скажи честно где ты взял это чудо он говорит был самый обыкновенный он сам стал таким так-то развел руки вот она сама вот его слова представляете что такое дачная и любительское садоводство ученые господа хватит вам этот песок золотой пересыпать мы вот все предлагаем готовы уже давайте чернобаева у него разума ученого курева железо разоболу черную черенок у меня вот и дальше мы пошел по всей сибири видели мои эти самых умения считать сама безойдет на этот самый великий чех проехал от москвы до сахалина я почти все забыл я запомню как он рассказывал про сахалинские тюрьмы ссылка вот куда специальные люди набивались специально ворвали чтобы зиму перекантовать это вот это я запомнил просто кормят тюрьма а из садовых дел я одно запомнил он проезжает западную сибирь и видит болото это из его это я цитирую чеха жидкий кустарник вот и только проект подъезжая уже но не чисто на енисея там не бляда именно из этого места то есть климат все лучше лучше и уже кем это самое как-то на кузбасс уже получше а настоящий тайга красота неописуемая а он же писатель умеет рассказывать от красноярска и до иркутска вот а дальше уже пошла ясно вечными злота дальше пошел это самый но вот эти места самое красивое с корабельными соснами красоты необыкновенной вот это он написал а теме это как раз то не очень это отзывался и вот вырастет тюменская я ехал извините не могу иначе рассказывать как подробно я еду поезде и еду через тюменскую область вот мы едем я смотрю в окно и вижу такие голубые лужи озер и лужи поверхность озер и красоты необыкновенный лес лес из этого березовый белый белый столь как мои соседи восхищались посмотрите меня же особый загад посмотрите они мертвые они потом и выделяются березной что у них листья то нет все в открытую они мертвые видимо где-то прижились пожили а потом где-то вдруг там дождичь и вода поднялась вот еще они оказались где-то частично под водой изгнили вот умеет тюменского знаете как я радовался когда пришло письмо с этими фотографии с абрикоса заплодоносили сколько им жить этим абрикосом я не знаю и я поэтому всегда говорю всегда запасные вариант опять пришло письмо и уже абрикосы на севере и прекрасно плодоносит и прекрасные результаты я говорю а те которые мне это письмо прислал прям вот покажу не покажу мне писем столько что я читать все не успеваю вот а он взял написал взять как а вот я теперь привел абрикос на сливу а теперь хочу на другую сливу соль а я считаю это закрепи несколько поколений и везде где болото прекрасно на север буду не было это не болото но два-три метра до воды абрикос жить не будет а на сливе будет но несколько поколений надо закрепить этой глади вы знаете что абрикос можно сделать так что слива насчет удлинять корни опять плохо но методом тыка методом отбора наиболее устойчивых вот ну кто будет делать тогда науки должен предложить а им это все извините они они так удивятся чем это предложить там допустим программа отдельно вот так вот объяснил как бог и и Субтитры создавал DimaTorzok